Ну привет, симпатяги! Вы любите страдания? Их есть у меня, ведь в сегодняшней серии умомрачительных финских эпосов мы разберём такой интересный физический процесс, как зарождение сверхновой. Не знаю, как у вас, но лично у меня термейтерные реакции при игре в ноиду происходят практически в каждом забеге, чуть ниже уровня поясницы. И по уровню выработки тепла это явление значительно превосходит жалкий желтый карлик, именуемый в простонародье солнцем. Так что в реальности создать звезду задача весьма и весьма тривиальная. Всего-то нужно отъехать от очередного пропанового баллона и сверхновая уже на подходе. В игре же дела обстоят куда сложнее, поскольку так называемый санквест является на мой взгляд самым душным из внутриигровых достижений, путь к которому выложен из пары десятков знаменитых финских головоломок для самых отбитых мамкиных мазохистов. Тем кто боится спойлеров и хочет пройти санквест самостоятельно, могу предложить выключить видос и записать номер ближайшей психиатрической лечебницы, он вам вскоре пригодится. Если же в свою очередь вы хотите разобраться во всей красоте и гениальности финских загадок за 300, рекомендую посмотреть видос Тедонора и после этого удалить приложение ютуба со своего телефона, так как ничего лучше все равно уже не будет. Я же в свою очередь не буду затрагивать аспект решения загадок и поберегу вашу хрупкую ранимую психику, и свою заодно. Поскольку я считаю, что именно разбор санквеста окончательно доломал психику Тедонора и привел к появлению видео по Виренхангер и десятичасовому видосу по безумной поделке на РПГ-мейкере. По крайней мере, психически здоровый человек точно не стал бы в это играть, не то что делать обзоры. Так, как же создать солнце? Если ты ни разу не устраивал себе божественный забег с бесконечным отхилом и сломом всего того, что только можно сломать, то... Никак. Ты до такого пока еще не дорос. А если у тебя так и есть потенциал умения доминировать над игрой, то слушай. На одно солнце потребуется камни четырех стихий. Чтобы получить камень, достаточно просто взять соответствующую эссенцию и сломать пожиратель эссенции, что приведет к ее кристаллизации. Эссенцию земли и огня можно раздобыть без каких-либо ухищрений у правого края мира и под острым в океане слева соответственно. Чтобы забрать эссенцию воздуха, рекомендую для начала научиться летать. Вы, конечно, можете упарываться созданием платформы летели кинезом или даже забаговать зелье левитации через перезапуск игры. Но мы сюда пришли издеваться над ноэтой, а не над собой. В конце концов, пострадать еще успеется. Из более же адекватных альтернатив, заклинания телепортации или пушки с сильной отдачей полностью покрывают наши потребности вертикальным перемещением. Что же до эссенции воды, она, что иронично, находится под лавым озером прямиком в аду. Как туда попасть, я частично рассказывал в прошлом видео по ноите. Самый лучший способ это черная дыра с превращением лавы в кровь. Самый безумный способ это магия от Хилла с бумерангом под перком, защищающим от ваншотов, что по сути сделает тебя бессмертным. Самый забагованный способ это обмазаться амброзией и перезапустить игру, что даст примерно 2,5 минуты неуязвимости. А там купайся в раскаленной мантии сколько твоей душе угодно. А для альтернативно одаренных фанатов Мэгумин, детонация жидкости с черной дырой, нолой иммунитетом ко взрывам и телепортом, позволит прилететь сквозь озеро лавы на полной скорости. Ну, если ты тот еще грибоед и шизофреник, то можешь просто превратить всю лаву в сыр, сделав самый большой бутерброд в истории человечества. И теперь, венахатских микрочеликов, вся лава заменена на сыр, притом даже не плавленный. Собираем все четыре эссенса и превращаем их в камни, молясь, чтобы ни один из них не улетел за границу экрана и не диспаунился. Теперь нам нужно непосредственно то, из чего мы будем делать наше теплое ламповое солнышко. Солнечное семечко выбивается из унахдетто. Унахдетто, амэмэмэмэмэ, уна, унахдетто, 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 Марчелло. Мамма миа, почему я такой тупой? Ладно, я это вырежу. Данного босса можно найти в локации «Забытая пещера». Этот черепок настолько преисполнился в своем познании, что помимо невозможности нормально произнести его имя, он банально отрицает существование твоих снарядов и отказывается получать урон. Ведь получение урона это не более чем концепция, навязанная разработчиками. Уязвимым он становится только если достать знаменитый глаз лазер, который необходимо крайне аккуратно расположить на арене, чтобы фестиваль рандомных фейерверков случайно не уничтожил уникальный артефакт. Иначе вы обречете себя на часовой гринд сундуков в поисках дубликата. Ммм, гринд, мое любимое. Черепок имеет 100% резист к снарядам, что делает его буквально неуязвимым к большинству заклинаний, без использования проклятия снижающего сопротивление. Зато он боится электричества и неплохо дамажится взрывами, так что косплей бога грома может быть крайне эффективным. Убив неубиваемое и забрав семечко, доставляем его на вершину пирамиды, где оно под действием солнца эволюционирует в покемона постарше. Полученный в результате солнечный камень имеет дурную привычку косплеить Юрия Гагарина и улетать в космос. Так что рекомендую залить платформу водой и накрыть крышкой. Теперь полученный камень необходимо доставить высоко в небо, прямо на луну, пройдя сквозь толпы опаснейших врагов, устекающих полиморфином. Ага, еще чего. Умный в гору не пойдет, умный останется дома и будет смотреть мультики. Но если нежиться под предиком все-таки не вариант, обходим все это дерьмо по правой границе мира, там плюс-минус безопасно. А чтобы не промахнуться мимо луны, можно заюзать перк лунного радара, спрятанный глубоко под эссенцией земли. Доставляем камень на луну и с удивлением обнаруживаем, что она сделана из сыра. Подгрызаем путь в центр и оставляем камень здесь, ведь настало время бэктрекинга. Поскольку теперь нам нужно забрать 4 камня стихии, сделанных ранее. Можно еще пару раз преодолеть весь этот путь, молясь о том, чтобы солнечный камень не прососался сквозь текстуры в наше отсутствие и не исчез за зоной прогрузки. Незабываемое ощущение, очень советую. Или же, если нервы вам еще хоть немного дороги, можно воспользоваться силой музыки, создав портал на стартовую гору, что в комбинации с заклинанием возврата с задержкой, позволит быстренько смотаться за камнями. Но портал одноразовый, так что его лучше оставить для создания солнца в аду, так как там дорога будет поопаснее. Ну разработчики, ну молодцы, дали нам 4 слота инвентаря, когда для создания звезды нужно 5, и приправили это кривым кодом, из-за которого предметы тупо могут не спавнуться в иную реальность, пока ты на них не смотришь. Ммм, хуйта. Подготовив все необходимое, взрываем солнечный камень к чертовой матери. Иии, где же он? А его нет, потому что нефиг разбрасывается ядерками, не дослушав. Камень станет желтым карликом, только если применить на него гигаядерку, 6 святых или обычных бомб, море лавы и лепнуть рядом с ним, сидя киви. И даже это не гарантирует то, что камень никуда не улетит или не уничтожится. А почему так? А потому что клубневое растение семейства ирисовых, вот почему. Но если у вас каким-то чудом все-таки все получилось, мы наконец-то получили зародыш будущей звезды, который в столь юном возрасте уже умеет ходить и хочет свалить от тебя куда подальше. Благо, луна притягивает солнце к своему центру, но работает это через жопу и далеко не всегда. Наш следующий шаг это накормить прожорливое отродье сотней живых душ. Как? По сути адекватный вариант лишь один и заключается он в том, чтобы спамить в солнце бесконечными яйцами, которые, надеюсь, у тебя к этому моменту уже есть. Наевшись от души солнце растолстеет, его гравитация станет достаточно большой, чтобы я мог ставить в сценарий видео шутку про мамку и настанет момент закидываться кристаллизированными эссенциями. Не отъехать на этом моменте задача уже нетривиальная, так как, во-первых, в результате слияния с новой эссенцией звезда будет взрываться, размазывая тебя по ближайшим окрестностям. Так еще вдобавок, она будет пытаться притянуть тебя с своей гравитацией и зажарить, как курицу во фритюре. А найти опору под ногами, чтобы не упасть прямо в звезду, здесь не то, чтобы есть где. Хотя, возможно, это тот самый момент, когда заклинание создания платформ все-таки пригодится. Все рекомендуют безопасности ради сломать машину реролов ради 32 стаков незапятнанной брони и газообразной крови, что позволит тупо игнорировать урон из любых источников, пока на Майти нет пятен, и просто упасть сквозь солнца, скормив ему эссенцией прямо из своего инвентаря. Процесс слома реролов довольно-таки простой и быстрый. Нет. Вам всего лишь нужно посетить порядка семи параллельных миров и выкинуть рерол-машину из каждого храма, умудрившись не соблазниться на лежащие в них перки. Ммм, печенька, возьми меня, я знаю, ты хочешь. Так ты ж бесполезный, только и можешь что катки руинить. Но тебя же это никогда не останавливало, сладкий. Я не собираюсь тебя брать и... Стоп, что это за музыка? Пробежавшись примерно по 39 храмам, необходимо посетить их все по-новой, актировать каждую рерол-машину один раз. Где взять на это деньги? Так, просто ассимилируй в свои маленькие карманы и весь этот золотой порошок, общим объемом, превышающим ваше тело в сотни раз, и повтори это в нескольких параллельных мирах. Благо, комната неизменно находится в одном и том же месте. Проделав все это, вы получите почти тысячу практически бесплатных реролов, прежде чем игра почувствует возмущение в силе и исправит эту маленькую опложность. Используя эти реролы с умом, можно собрать любые необходимые вам перки в необходимых количествах. Но коли мы уже начали ломать игру, так почему бы не доломать ее окончательно? Для начала, настакаем себе несколько лишних тысяч очков здоровья при помощи знаменитого трюка с инфарктом. Его суть заключается в том, что вот этот красный макс своими атаками режет хп в два раза, на время длительности дебафа, и дебафы эти стакаются. И если во время дебафа поднять хп ап, то его бонус к здоровью удвоится за каждый имеющийся дебаф. Для того, чтобы провернуть данный трюк в совершенстве, не отправиться в реанимацию в процессе. Нам потребуется амброзия и несколько копий мотосады с добавлением активатора. Где все это взять? Амброзию найдешь сам как-нибудь, а мотосада падает с нашего любимого хентайного друга. Каким образом вы убить, разницы не имеет. Хоть сотни плазменных лучей, хоть ваншотом с одного истрела. Повторяем это в нескольких параллельных мирах. Топим мастера мастеров кислоте, копаем добавление активатора и начинаем грязь. Суть в том, что при использовании мотосады под активатором, заклинание почему-то ломается. И спавнится всего один червь вместо разрушения земли и полноценного дождя из наших любимых землеедов. Из этого червя можно выбить хп ап. Собираем простенькую формилку. Тратим все заряды, но сердца не берем. Дадим им настояться. Идем в следующий храм за обновлением заклинаний. Возвращаемся и спавним еще сердца. Таким образом собираем целую кучу. Находим мага инфаркта. Их чаще всего можно встретить в последней локации и по пути к мастеру мастеров. И частенько 1-2 спавнится в джунглях. Любым способом подтаскиваем мага к сердцам. Обливаемся амброзией и даем ему в себя настрелять. Настакиваем побольше дебафов и прикарманиваем накопленные сердца. Что по итогу позволяет нам длиной полоски здоровья компенсировать свой член. Но знаете что? Это еще далеко не все. В правой части мира глубоко под землей находится алтарь сброса перков. Для его активации необходимо заполнить соответствующие резервуары. Кровью, виски и серебром. И если первые два вещества добываются довольно таки легко. Серебро придется либо долго искать. Либо получить диплом алхимика и полить кучу золота хаотичным полиморфином. Как только резервуары будут заполнены, вы лишитесь всех своих перков. И они повиснут над платформой в воздухе, где их можно будет снова поднять. И тут начинаются знаменитые финские танцы с бубном. Если заполнить два правых резервуара, резервуар с кровью заполнять задержкой. Ну или если алтарь загорится, а он обязательно загорится. Потому что в этой странной игре постоянно, блин, что-то горит. А огонь в воде не тушится, он в ней плавает. То в таком случае последним придется кидать виски. Это мягко говоря неудобно. Так вот, если последний сосуд заполнять задержкой. Например метнув колбу или использовав кровавую тучу. То можно успеть хлебнуть полиморфина до того, как перки будут изъяты. Алтарь сработает, но вы не лишитесь перков, по сути продублировав их. И это даже не баг. Это официальная механика, оставленная разработчиками. Почему я так решил? Потому что использование полиморфина в этой области вызовет нашего старого доброго приятеля Стива. Который тут же оборвет нашу беззаботную овечью жизнь. Как его пережить? Ну, креативных способов довольно таки много. Но три самых простых это. Первое. Подготовить лужу с амброзией. Дождаться конца полиморфина. И показать Стиву, кто здесь настоящая ведьмочка. Второе. Использовать облако крови и полиморфин за пределами вышеупомянутого радиуса. И третье. Самое элементарное. Просто иметь перк примирения с богами, что сделает Стива нейтральным. Но только если вы полиморфнулись в овечку или рыбу. Так что хаотичный полиморфин при деде лучше не пить, так как старик может нас и не признать. А так как алтарь есть и в параллельных мирах, на каждом посещении нового мира можно удваивать текущее количество перков. Один перк превратится в два. Два в четыре. Четыре в восемь. Восемь в шестнадцать. Шестнадцать в тридцать два. И так далее. Если уж вы решили перестакать все то, что только можно было перестакать. Но если вам слишком впадло всем этим заниматься, или если вы все еще считаете использование таких абузов в нойте нечестным, то... Ваше право. В конце концов, кто я такой, чтобы осуждать человека, который честно принес на дуэль шпагу против пистолета? Мы тут собрались баловаться с настоящей звездой без защитного снаряжения и какой-либо техники безопасности, между прочим. Баланс игры это последнее, о чем стоит думать в данной ситуации. Но даже так, в целом, большого запаса здоровья, отхила, молнии телепортации прямых рук более чем достаточно для достижения поставленных целей. Ну, или используйте ту же самую комбинацию с отхилом, позволяющую ходить по лавовому дну. И ее собрать куда проще. Итак, мы проделали все необходимое, и теперь на месте луны сверкает солнце. Что дальше? А дальше нам нужно сделать точно такое же, но в аду. Так что идем в параллельный мир, выбиваем новое семечко, собираем эссенции и... А... А где? Ах да, забыл предупредить. Эссенция огня, как бы так сказать... Уникально. Ну, разработчики, ну черти. Солнц нужно создать два, а огненных камней выделяют только один. Камень я не дам. Ладно, это терпимо. Благо, огненные камни можно случайно встретить во время забега на алтарях и в сундуках. И не то, чтобы прям очень редко. Пережив этот кошмар дважды и получив карякулю на столбике в награду, нам необходимо подготовиться к последнему этапу, где мы переживем этот кошмар же в третий раз. Для этого необходимо добыть третьи семечки и перенести ее в НГ+. Так как в НГ+, нужный босс тупо не появляется. И одновременно можно перенести не больше одного семени и одного солнечного камня. Так что кучи прав на шивку, как раньше, больше не будет. Что нам нужно для НГ+, по сути, даже босса убивать не обязательно. Просто нужно доставить соль на алтарь над горой, имея при себе от 5 до 10 арбов знаний. И вот мы в НГ+, с припасенным ранее семенем. Солнце, созданное на луне, перенеслось в НГ+, и теперь мы должны создать черное солнце в аду, чтобы квест засчитался пройденным и оба солнца сохранились для будущих прохождений. И да, после выполнения этих достижений, оба солнца навсегда будут находиться на соответствующих лунах в каждом последующем ране. А ведьмочка будет награждена своей собственной миленькой короной. Ведь небесные светила настолько сильны, что на своей гравитационной оси вертели концепцию реранов и сброса мира. Возможно, это связано с тем, что сверхмассивные небесные тела способны искривлять время вокруг себя, искажая его течение по действиям гравитации. А возможно, просто я, имбецил, ищущий смысл в поехавшем финском геймдизайне, смысла в котором не было изначально. Итак, что нам делать теперь-то? На дне морском находится эссенция спирта. Как спуститься на дно, я даже говорить не буду. У нас как бы перки задюпаны, и машина реролов сломана. С таким количеством перков на подводное дыхание, для тебя в воде больше кислорода, чем на суше. Но если каким-то чудом ты все еще не имеешь этого перка, просто заморось воду и прокопай лед. Хватаем эссенцию, относим ее на пожиратель эссенции, и в результате кристаллизации мы получаем... Буквально камень говна, превращающий все немагические жидкости в экскременты. Я понимаю, что крайне велик соблазн кинуть его в океан, чтобы сделать самое что ни на есть дерьмовое море в истории человечества. Эй, Рыбов, попей говна! Но, к сожалению, камень нам нужен для другого. Если кинуть камень говны в еще незаконченное солнце, то по окончанию процесса оно превратится в так называемое темное солнце. Иными словами, теперь нам нужно не пять слотов в инвентарях, а целых шесть. Маловато говорю! Маловато будет! И в НГ+, к слову, существует только два пожирателя эссенции против шести в обычном мире. А это означает, что даже тут прав на ошибку у тебя, опять же, практически нет. Не говоря уже о том, что просрать невосполнимое солнечное семя вообще проще простого. А это значит, что если создание темного солнца будет зафейлено, то придется начинать новый забег из самого начала, создавать сначала солнце на луне, а уже потом темное солнце на темной луне. Ну спасибо, разработчики! Ну удружили! Настолько болезненного опыта в играх у меня не было со времен крепости Сена. И той самой миссии в GTA с Уоллрайдерами, которая на пиратских дисках была сломанная, тупо было невозможно пройти. Я всего лишь потратил на этот сраный забег порядка 20 часов. Ну и что такого? Ничего ведь плохого не произошло. Все в порядке, все в порядке. Всего лишь нужно проделать весь этот чертовый путь заново. Это же Ноэта. Я люблю Ноэту. Мне же нравится играть в Ноэту. Верно? И мне нравится гранить заклинания и перки, эти чертовы параллельные миры ради постоянно исчезающих семян. Я их всего-то 6 штук нафармил. Ну а что такого? Не так много, если подумать. Еще пофармлю. Я же обожаю Ноэту. Это же моя любимая игра. Так ведь? Да? Да, пизда. Прошу прощения. В общем, создание темного солнца на темной луне и обычного на обычной наградит ведьмочку красивой короной и уравновесит весы в пустыне, что разблокирует заклинания Мегадыры. Пожалуй, одно из сильнейших заклинаний, убивающих самого игрока в 99% случаев. И с этого момента небесные светила всегда будут сиять на месте лун. Ну, а нам осталось всего пара достижений, связанных с солнцами. Два довольно-таки простых достижения, это пожертвовать камень солнца и камень темного солнца на алтарь над горой, что, в свою очередь, призовет соответствующую звезду и засчитает плюс одну каракулю за каждый камень на столбе достижений. Но работает это через жопу и засчитывается не всегда, потому что пород и финский геймдизайн и не пошел бы ты нафиг, вот почему. Камни легко перемещаются с помощью перкотеля кинеза, так что непосредственно с самой доставкой проблем не будет. Главное, это не умереть в лучах славы после самой доставки. Предпоследнее достижение, это убить финального босса обычным солнцем. Босса можно, в принципе, отвести к солнцу, просто добежав до нужной точки. Калмисильма, оказывается, умеет летать и копать пещеры, и способен преследовать тебя на любой дистанции, где бы ты ни находился. Либо можно заготовить солнечный ритуал прямо на хате у босса, который, наблюдая за твоими действиями, будет постепенно осознавать всю плачевность своей ситуации. После убийства босса обязательно необходимо войти в появившийся портал. Ну и можете золотую статую полапать. Кто ж не любит золотые статуи? И последнее достижение, это столкнуть солнце и темное солнце. Как это сделать? Ну, как бы так сказать, теории солнца должны следовать за звуком музыкального камня, который можно достать вот здесь. Почему я сказал теории? Потому что, во-первых, игра в догонялки со звездой, сама по себе задача не сильно полезная для здоровья. Так еще вдобавок, по непонятным причинам, когда я пробовал сдвинуть солнца от луны этим самым камнем, гравитация луны оказывалась сильнее, и солнце отказывалось отлипать от этого плавленого куска сыра. Из-за невозможности уничтожить светило для будущих футажей, мне пришлось сносить свои старые сохранения. Если на футаже вы видите, как я убегаю от солнца, значит это у меня так и получилось. Если же нет, скажите, что я, блин, делаю не так? В результате столкновения с светилами испарятся, вместе с некоторым спектром иных материалов. И игроку засчитается последнее достижение. Это действие, в свою очередь, удалит звезды с их мест на лунах, так что вы сможете снова насладиться чудесным вкусом просроченного сыра, прямиком из адских глубин. Что я могу сказать по итогу? Сан-квест это ужасный, забагованный и невыносимо душный квест, который я рекомендую выполнять только самым стойким и отбитым фанатам Нойты. Вас ждет боль, вас ждут страдания, наградой за которые будут только одно малоизабельное заклинание и золотая корона для модельки вашей ведьмочки. Впрочем, вы же все равно это делаете не ради наград. Ведь, как говорил один знаменитый философ Конфуций Стетхем, важна не цель, важен путь ради самого пути. И на такой лирической ноте я бы хотел выказать огромную благодарность этим ребятам, что поддержали развитие моей шизы и выход данной видео. Сделать это можно по ссылке в описании, там же находится ссылка на наш ламповый дискорд канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео и удачи! Пойди, все! Продолжение следует...